Настоящая зима Изменения в отделе миграции Будет ли карта пребывания выдаваться быстрее? С понедельника дети вернулись в школу, однако остальные ограничения в силе В Польше люди выигрывают судебные дела о нарушениях условий карантина А теперь подробнее В Польше продлили карантин для людей, которые будут пересекать границу И сам локдаун продлен до 31 января Согласно решению властей страны, при въезде в Польшу продлено требование для путешествующих до конца месяца пребывания на самоизоляции Лицо при пересечении польской границы имеет обязанность отбыть 10-дневный карантин Однако для граждан ЕС есть исключение Они не должны отбывать карантин, если пересекли границу Польши на личном транспорте, то есть автомобилей до 5 человек 18 января ученики 1-3 классов вернулись в школу Согласно распоряжению, не только ученики 1-3 классов начальных школ вернулись к дневной форме обучения в школах Восстановлены также практические занятия и стажировки в профессионально-техническом образовании Стационарное обучение для учеников 1-3 классов специальных начальных школ, в том числе действующих в специальных образовательных центрах А также медицинские учреждения и подразделения социальной помощи Школа обязана обеспечить уход за молодыми учениками Директора школы все еще могут организовать консультации в школах на полный рабочий день для учеников старших классов и 8-х классов в группах до 5 человек Можно также организовывать соревнования, олимпиады, турниры в школе, центре или в учебном заведении Однако все остальные ученики и студенты должны мириться с дистанционным обучением до дальнейшего уведомления В Нижнеселевской воеводской администрации с нового года состоялась реорганизация в отделе гражданских дел и иностранцев Традиционно изменения имеют целью улучшить обслуживание иностранцев и ускорение рассмотрения дел Как сообщили порталы Инполанд, в Дальношленском Уженде-Воевудском бывший отдел легализации пребывания иностранцев был разделен на три новых отдела Дополнительно создан отдел организации документации учета и граждан ЕС, отдел разрешений на работу, который исключительно ведет дела разрешений Появился также паспортный отдел гражданских дел, который находится в Лигнице Хочется верить, что изменения должны повлиять на скорость рассмотрения дел Будут ли изменения полезными, покажет время Стоит также отметить, что Дальношленский Ужен Твоевудский получил средства на создание дополнительных 30 рабочих мест для инспекторов в СОЦ Часть инспекторов уже начала работать и успела выдать первое разрешение по делам иностранцев Напомним, длительное время Нижняя Силезия занимала последнее место по скорости рассмотрения дел иностранцев Время ожидания нередко было более года Наконец-то и в Польшу пришла зима Так, на западе, севере и в центре Польши уже выпал снег и по всей стране температура колебалась между плюсом и минусом Однако, эта ситуация начала меняться Постепенные изменения погоды ждали нас со среды Так, в этот день, как и в четверг, по всей стране был снегопад В пятницу и субботу снег преимущественно падал на западе, частично в центре и на юге А во внутренней части страны солнце чаще светило из-за туч С каждым днем становилось все холоднее Еще неделю назад было от минус 3 градусов в закопанах до 2 градусов тепла вдоль западной границы и на побережье День спустя морозы были везде, кроме побережья Минимальная температура там составляла минус 5 градусов А вот в пятницу и выходные наждали настоящие морозы и снегопады Во многих регионах температура колебалась между 12 и 15 градусов мороза А в горах температура опускалась до минус 20 Что касается Врослова, то несколько дней подряд радовал нас снегопад А вот температура не была совсем приятной В субботу и воскресенье температура была ниже нуля И воскресенье был самым холодным днем, минус 11 градусов Однако со вторника вновь ожидалось потепление и температура была уже выше нуля Также будьте внимательны, ведь за грязное лобовое стекло, номерные знаки и снег на крыше Полиция может оштрафовать за каждую из этих вещей За такое незначительное правонарушение можно заплатить от 500 до 5000 злотых штрафа Вас также могут оштрафовать на 100 злотых за то, что вы оставили работающий двигатель Во время остановки в населенном пункте более минуты За заснеженные зеркала и крышу автомобиля полицейский может выписать штраф от 20 до 500 злотых В Польше нет конкретных обязательных дат замены шин Все зависит от погодных условий Если полицейский застанет вас за рулем зимой на летних шинах, он может выписать штраф в размере 500 злотых за плохое состояние шин транспортного средства В Польше люди выигрывают судебные дела о нарушениях условий карантина Штраф за отсутствие маски, нарушение запрета на сборы или нарушение правил карантина Люди массово оспаривают эти решения в судах В ПАС в Варшаве зарегистрировано 100 дел по жалобам на решение ПАИ о финансовых штрафах за нарушение карантинных органичений Сейчас суд рассмотрел лишь 18 таких исков Половина из них была рассмотрена с положительным эффектом для наказанных В 9 случаях суд отклонил жалобы В 5 случаях отменил решение органа 1-й и 2-й инстанции А в 4 случаях суд отменил решение 1-й и 2-й инстанции Речь идет о штрафах от 5 до 30 тысяч злотых Большинство поданных жалоб касаются наказаний за нарушение запрета движения Около 40 случаев Около 30 случаев зарегистрировано за нарушение карантинного обязательства Около 15 дел за нарушение обязанности закрывать рот и нос И около 5, связанные с принудительным карантинным приказом Также около 5 дел касаются публичных собраний Это были все новости недели Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий И не забудьте подписаться Также у нас есть хорошая новость Теперь вы можете смотреть нас не только на YouTube, но и на Facebook Ссылка находится в описании профиля И желаем вам хорошей недели Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»